Привет всем! Сегодняшнее видео о моей парфюмерной ротации летней, которую я в настоящий момент использую. Я вытащила несколько ароматов, которыми пользуюсь постоянно, к которым у меня в этом сезоне тянется рука, и хочу с вами поделиться этими самыми ароматами. Итак, что в этом году выбрала я для носки на лето? Самым главным, так сказать, гвоздем программы, этот парфюм, к нему у меня тянется рука очень и очень часто, это «Cert Lutens à la Religious». Как вы видите, немножечко к нему я уже приложилась, он был совершенно помнен до того, как мои ручки до него добрались. И этот аромат для меня повседневный, утонченнейший мускусно-цветочный аромат. Больше здесь мускуса, чем цветов, но это жасминово-мускусный аромат, и он хоть и не обладает огромным сияжем, это не для всех удовольствия, я, например, не очень люблю, когда аромат очень шлейфовый, у меня не очень хорошо переваривается такого рода интенсивность в ароматах. Здесь тончайшая вуаль, хорошо держащаяся, мускусно-припудренного вот этого мускуса, с цветочным налетом, о нем, конечно же, я буду рассказывать в будущем обязательно, это очень стоящий аромат, но только для любителей, я очень большой любитель мускуса. Вот таких вот нежнейших, очень-очень утонченных, женственных в этом самом мускусном смысле, и для любителей ароматов, которые смешиваются с ароматом вашей кожи, и в конце концов пахнут, как будто бы ваша кожа прекрасно пахнет, а не как будто бы вы носите какой-то аромат. Далее у нас миниатюра, которую я припасла для носки в особых случаях, и это Элизабетта Джеймс Нирвана Роза. Здесь достаточно серьезный аромат, действительно с розовой такой подоплекой, не в смысле цвета, а в смысле цветка. Пока не составила впечатление своего, не могу ничего сказать, только его вытянула, чтобы разносить. Вот эта штука, мне очень нравится, она у меня почти закончилась, я в последние пару недель ее таскаю на себе сегодня, она на мне также постоянно. Это от Ильи Калань, Климентин Калифорния. Это очень унисексовый аромат, на лето, на мой нос вообще прекрасно подходит. Нежный, в то же время настойчивый и цитрусовый. Цитрусы я люблю носить летом, вы сейчас увидите, у меня еще парочка здесь тусуется. В общем, Климентин Калифорния пока мне нравится, я даже начала призадумываться о покупке полного флакона. Поэтому весьма интересный цитрусовый, цитрусовый, довольно чистый запах. Вот эта штуковина у меня уже второе лето живет. Это Лимон Верд, это Аквалигория Лимон Верд от Герлен. Здесь очень свежий травянисто-зеленый цитрус, лайм, и он достаточно о себе заявляет явно. Он свежий-свежий-свежий, цитрусовый-цитрусовый-цитрусовый и зеленый-зеленый-зеленый. Как раз подходящий под мое настроение в настоящий момент. Я люблю носить такого рода ароматы. Летом и Лимон Верд для меня хороший выбор. Здесь целых 100 мл, поэтому хватит его мне надолго, я так подозреваю. Есть у меня вот такой вот небольшой 30-мл флакон, из тех, которые можно наполнять заново и заново от Элии Колань. В маленьком кейсе, в небольшом кейсе даже, с моим именем. И это от Элии Колань Orange Sanguine, или Orange Sanguine. И это также весьма приятный апельсиновый свежий аромат, немножечко более женственный, нежели Клементин Калифорния, немножечко менее унисексовый. Но также весьма приятный, пахнет сладковатыми апельсиновыми корками спелых апельсинов. Последний аромат, который я вытащила, это один из моих менее любимых ароматов от Chanel. Это номер 5, но номер 5 Le, то есть самый вот последний выпуск в их линейке от номер 5. И здесь мы находим легчайший привкус шампанского практически. Здесь есть такая эфирвесцентная, очень шипучая и бурлящая очень мелкими пузырьками радость, альдегидная, немножечко каких-то, немножечко сладких лимонов, точнее какого-то лимонного пирога, но не очень пахнущего ванилью, хотя ваниль здесь тоже есть, немного цветов. Весьма нежный также аромат. Кстати, похожие ощущения у меня от него, от номер 5 Le, как от La Religions, но La Religions от Serge Lutanz. Это явная ниша и гораздо более утонченный на мой нос выбор, нежный номер 5 Le. Хотя номер 5 Le, опять-таки повторяю, приятный аромат. У меня не вызывает он какой-то антипатии, он у меня не вызывает каких-то противных, негативных эмоций, как вы видите, я приложилась к нему, я его разносила. Я знаю, что я о нем думаю, но должна сказать, совершенно он не бьет рекорда моего любимого номер 5. У меня два любимца в линейке номер 5. Номер один на все времена и народы, это, конечно же, Ауди Туалет, Туалетная вода номер 5. В настоящий момент, конечно же, она у меня в коллекции имеется и носится мной достаточно регулярно. Не раз я покупала себе этот парфюм. Ну, а также в борьбе за первое место в линейке номер 5 у меня, конечно же, О'Премьер. О'Премьер для меня очень похож на этот аромат, то есть задумка была примерно одна и та же, этот может быть немножечко полегче, немножечко более бурлистый, менее такой монолитный. О'Премьер тоже весьма легок, поэтому я не видела большой ценности в создаче номер 5 «Лё», поскольку О'Премьер уже делал, создавал такое же впечатление, которое создает «Лё», но только, на мой взгляд, это было сделано лучше, нежели вот этот аромат, хотя он тоже очень и очень неплох. Я думаю, я прикончу этот флакон. Не уверена, что буду покупать в будущем этот аромат. Еще не решила. В том смысле, какие ароматы для меня совершенные «Масс Хэвэ», это, конечно же, «Сёрши там, Ла Эльжиус». Для меня это потрясающая находка. В общем, много цитруса, много легкости, много воздушности, много бурлящей энергии и жизни. Наверное, самый серьезный аромат здесь, конечно же, «Ла Эльжиус» и «Элизабетан Джеймс», который я еще не успела разносить, поэтому не могу вам сказать, но я знаю, что он гораздо более густой, слегка более тяжелый, и очень-очень на розу налегает. И вот этот вот меня больше всего удивляет. В этой ротации я его только начала носить сейчас, и это «Клементин Калифорния» от «Ателье Калань». Меня удивил этот аромат, меня удивило то, что он мне настолько нравится. Это один из тех ароматов, который, если вам нравится немного более унисексовая парфюма, и вашему бойфренду, или мужу нравится унисексовая парфюма, вы вполне можете поделить между собою. Он настолько унисексовый и прелестный в то же время. На женском теле пахнет игриво, и немножечко задорно и романтично. На мужском теле это очень приятный аромат, базирующийся в цитрусе. В общем, удивил меня аромат, и показался универсальным для невозможности. Можно носить этот аромат кому угодно и где угодно, совершенно свободно. Это впечатляет, когда парфюмерные дома могут создавать такого рода игрушки для нас, для парфюмерных любителей. Действительно создать универсальный унисексовый аромат, который подойдет всем и кому угодно, сложно. Это очень тяжело. А продать его еще тяжелее. А этот, я думаю, продается неплохо, насколько я знаю. Маркетинг от Элии Калань, у них все там в порядке с доходами. И вот этот вот Orange Sanguine. В прошлом мне очень понравился, но я думаю, если из двух их выбирать, я, наверное, все-таки буду покупать Клементин Калифорния в будущем. Хотя Orange Sanguine для меня был давно любимцем их цитрусовых ароматов. От этого парфюмерного дома это был мой любимый цитрус. Но уже он был заменен Клементином Калифорнии. Интересно, интересно. Само любопытно, как такое могло случиться, но Клементин Калифорния, скорее всего, этот раунд выигрывает у Orange Sanguine. Оставьте мне, пожалуйста, внизу, какими летними ароматами пользуетесь вы и что для вас составляет летний аромат. Ищите ли вы, может быть, более легкую концентрацию или какие-то определенные ноты или какое-то определенное настроение в летних ароматах. Для меня это должен быть аромат с небольшим сияжем, который неплохо держится, не очень быстро испаряется и составляет в себе какие-нибудь или зеленоватые, или цитрусовые, или другие какие-нибудь легкие, бурлящие ноты. Для меня лето именно в этом и летний аромат, и именно этим отличается от всех остальных. Это все на сегодня. Всем хорошего дня, удачи и замечательного настроения. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok